Добрый день, граждане Республики Астан. Хотел указать на то, что пенсионный фонд все-таки развивается. Если зайдем на сайт ЕНПФ о фонде, и вот здесь есть новости, то здесь можно посмотреть актуальные новости, что, слава богу, они начинают работать, даже затрагивать такие актуальные вопросы, обратить внимание, как обратиться за пенсией, солидарной или базовой, это здорово. И они, кроме того, затрагивают вопрос о переводе пенсионных накоплений в сроку у компаний, что раньше не было, потому что это их прямые конкуренты и изымают деньги с их накоплений. Кроме того, есть Теграм-канал ЕНПФ, где тоже есть неплохо такие коротенькие информации. И что меня лично привлекло, что 14 марта во всех филиалках ЕНПФ в онлайн-формате пройдет очередной день открытых дверей. Здесь будут специалисты ЕНПФ также ответить на вопросы, касающиеся пенсионной накопительной системы и пенсионного иннуитета. Так, где здесь? Пенсионный иннуитет как один из вариантов получения пенсионных выплат. Вот это вот очень важно. Те, у кого достаточно накопления от 6 миллионов и выше, пожалуйста, обратитесь в ЕНПФ. Можете позвонить по 14-18. Слава богу, они теперь консультируют по выходу на пенсию, в том числе и пануитету. Кроме того, есть у них электронные сервисы, есть пенсионный калькулятор. Кроме того, в этом пенсионном калькуляторе есть калькулятор просчета страховой премии и страховой организации. Давно я его не смотрел. То есть, можно посмотреть. Ну, я думаю, что неплохо. Наконец начинается двигатель. Нужно их подзадоларивать, чтобы они как-то начали шевелиться. Не просто мёртвым какой-то системой. Можно обратиться к ним. Пенсионный фонд. Поэтому, я думаю, нужно смотреть этот сайт. Все-таки нужно как-то немного ожить. В Ютубе есть сайт ЕНПФ. У них только 4300 подписчиков. Что, несомненно, очень мало. Но я призываю всех, пожалуйста, подпишитесь на Ютуб канал Пенсионного фонда. Вот они даже, видите, записывают недавно эти видео. Даже две недели назад. Один месяц назад. Единственное, я обращаю внимание, что они в основном на казахском языке стали записывать. Что, мне кажется, не совсем хорошо. Потому что у нас язык межнационального учреждения русский язык. И на нем тоже нужно будет оповещать информацию. Что, мне кажется, достаточно важно. Потому что в основном обращаются люди на русском языке. И вот они рассказывают как раз об управляющей компании, которая управляет активами. Как вы знаете, люди могут переводить в управляющие компании. То есть нужно подписаться. Потому что, ну, 4000, конечно, для Казахстана. 19 миллионов. Ну, это вообще ни о чем. А просматривают их совсем мало. Да, 123 подписчиков. Просмотров 190 подписчиков. Это, ну, надо бы сказать, совсем мало. Самое популярное у них видео. Это два года назад было 125 тысяч. Получение выписки. Ну, это неплохой вариант. Но, конечно, свежие совсем мало. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на YouTube канал ЕПФ. Ссылку на него положу в описании. Заходите, смотрите их новости. Новости, надеюсь, будут очень интересны. Вот, на всяком случае. Сейчас эта информация есть. В том числе, вот, как обратиться за пенсией. Перевод в страховую компанию. Что будет, если переезжает на постоянное сотрудничество в другую страну. Я думаю, очень неплохие вопросы. Пожалуйста, задавайте вопросы. Обращайтесь к этому сайту. Я всегда им пользуюсь, потому что мне здесь важно вот такой раздел о пенсионной системе. Где законы по сравнению правительства Республики Астана, они находятся, как правило, в актуальном состоянии. Единственное, что мне сейчас не нравится, не трактивен вот этот закон о пенсионном обеспечении. Раньше были прямые ссылки, можно было открывать статью, сейчас это не дорабатывает. Кроме того, здесь нету разворачивания таких статьй, как обязательный пенсионный взнос работодателя. Почему-то приходится постоянно упадеть на какие-то ссылки. Это не совсем хорошее. Но, в целом, ПДНП работает понемножечку. Можно посмотреть их видео. Пока последнее видео на казахском языке наверняка появится дубль на русском языке. Потому что до этого, видите, они были у нас. И есть неплохая информация именно о новостях. И напомню еще раз. 14 марта будут рассказывать о пенсионных аннуитетах. Поинтересуйтесь, у кого накопление больше 6 миллионов. Это очень важно. Но, если встанет вопрос о определенных выгодах оформления пенсионного аннуитета, это не стоит обсуждать с едином накопительным пенсионным фондом. Это вам точно не поможет. Разговаривайте напрямую со страховыми компаниями. Если возник вопросов, обращайтесь ко мне. Всегда вам подскажу. Подскажу вам, как получить максимальную выгоду со страховых компаний. Даже если у вас уже есть пенсионный аннуитет, каждые 2 года можно менять страховую компанию и тоже получать определенные бонусы. Поэтому, кому интересно, обращайтесь, пожалуйста, в виде накопительный пенсионный фонд. Кому интересны выгоды от этого оправления, можете обращаться ко мне. Всегда помогу. Если вы не можете добиться непосредственно каких-то взаимодействий со страховыми компаниями на местах. А у меня на сегодня все доброго дня.